Программа называется «Рыбников затроллил Купцова». Смотрим. Мой коллега, он прямо... Не, ну как затроллил, он просто сказал, что он раввин. И учитывая форму носа, бороду и шляпу у Купцова, это, в общем-то, не лисено смысла. Один к одному говорит, как раввин Соловьев, на телевизведение. Евреи пришли на русскую землю на сто лет раньше, чем русские. Вот, точно такой же раввин сидит передо мной. Ой, дядя, дядя, заткни хайло. Начинается низкий уровень дискуссии в Восточной Европе. Дядя, заткни хайло. Я канонический христианин, который... Это Купцов, он так с этими словами входил в палату, короче, в психушке. Чтобы сразу дать понять, кто главный. Прошу, господа, друг друга не оскорблять. Ну, канонический христианин, а христианство семитская религия. Уборевичей? Что? Древний дворянский род Уборевичей? А не тот ли это Уборевич? Ладно, я не хочу шутить на эту тему. Может быть, я просто не расслышал фамилию. Ну, так даже смешнее. Не хавальник, не везу! Не оскорбляйте, пожалуйста. Слушайте, короче, Купцов галахический дворянин. Галахический дворянин Уборевич. Прежде чем Сталина, как бы, убили представители паразитарной расы в 46-м году, Сталин репрессировал, значит, Уборевичей. Поэтому это была месть. Это был ответный, ответный шаг. Посмотрите на лицо Рыбникова в этот момент. Это бесценно. Не, ну слушайте, а я вот думал, я думал, что, черт побери, Купцов победит за счет темперамента. Но, видите, Юрий Степанович молодец, молодец. Ну и, кстати, по деньгам, смотрите. Если по деньгам судить, то, в принципе, Купцов проигрывает. Блин, надо целиком эти дебаты посмотреть. Потому что, может быть, там еще какие-то другие были забавные моменты. Там наверняка Купцов, он показывал свои схемы, там рассказывал про то, как людей пришельцы создали. Да, это, безусловно, это каноническая христианская позиция. Верить в реинкарнацию, в карму, там, значит, в то, что людей создали пришельцы. То есть, это ни разу не какая-то неооригеновская ересь, нет. Это вот именно каноническое христианство. Себя же, вы себя же, показывайте в лучшем свете. Те, кто меня запишет, еврей, это ты, ЖИТ. Все, Купцов сломал, снесите нового. Блин. Ну, слушайте, я не думал, что его так легко затролить. Хотя, вообще, вот эта тема еврейства, это очень такая больная тема у антисемитов, значит, более старшего поколения. Да, сила древних шизов, короче, она явно на стороне Юрия Степановича. То есть, концепция всерода, она оказалась сильнее. Пластмассовый мир победил, всерод оказался сильней. Кому нужен ломтик перуновского вимана? О-о-о, моя шизофрения. И так далее. Маркус Рубаха пишет, какая же смешная хуйня. Есть такое, есть такое. Это, слушайте, это ебичные дебаты. Возможно, возможно, и не все это понимают, но, возможно, это самые лучшие дебаты в истории Рунета. И организовал их Коля Россов. Так что я просто преклоняюсь перед организаторскими способностями Коли Россова. Коля Россов.